Всем привет! Облачилась я в белые одежды, решила снять видео, как я все это искала. Вообще на улице уже прямо лето, жара, начало мая и жарко 25 градусов в тени, то есть это уже вот можно раздеваться. И потом я помню, что в детстве обычно на 1 мая на демонстрацию мама одевала нам белые гольфики, белые бантики, новые босоножки, в общем обновочки покупали к майским праздникам и на демонстрацию. Нас как детей, меня и сестру одевали, между собой показывали своих детей. В общем у меня началось с того, что я на Ивановском текстиле приобрела тунику пати, которая там белая маечка внутри, а сверху идет розовая майка длинная, удлиненная. И у меня к этой майке не было белых бридж. Потом следом я заказала белые бриджи, но они пошли уже в комплекте с маечкой, вот с этой маечкой пошли, белые бриджи и вот такая маечка. То есть у меня появились белые бриджи, но как же, под белые бриджи нужны обязательно белые кроссовки. А у меня одни кроссовки, они как бы белые с другим цветом, сиреневым, но они теплые. А нужны летние дышащие такие белые кроссовочки, чтобы они были чисто-чисто беленькие. Поехали мы за кроссовками с дочкой в спортмастер. Ну обошли, правда, другие магазины, потом в конце концов пошли в спортмастер, искали-искали. Но мало того, что у меня размер сложный. У меня вообще 41 размер ноги и есть которые обувь маломерки, 41 мне малы. В общем, искали-искали, в конце концов нашли. Девочки, купила я на лето себе кроссовочки легкие такие. Купила Nike в спортмастере. И вот они такие удобные, они дышащие. И очень такие легкие, мягкие, в общем классные. Сейчас уже тепло, жарко. Сейчас я собираюсь надеть на себя белые одежды. Еще белые носочки, три пары взяла, такие тоже в спортмастере, хорошенькие как раз под них. У меня уже есть образ в светлых одеждах. В общем, сейчас хочу это одеть. Нашли вот такие вот кроссовочки, чисто беленькие. Это Nike. Они очень легкие, матерчатые и прям дышащие. И легкие, в общем удобные, хорошенькие такие кроссовочки. Ну и к ним, соответственно, белые носочки. Взяли там три пары белых носочек, коротеньких таких, специально вот для кроссовочек. И потом я думаю, что с этими кроссовками я могу некоторые туники даже носить. Это будет стильно смотреться. Я даже когда мерила полосатую тунику, белая полоска синий, вертикальная. И я тогда еще тогда представила в голове, что это бы хорошо смотрелось с белыми кроссовками. В общем, поэтому белые кроссовки и приобрела. Но у меня же кофту нужно купить. Как же так? Если вдруг будет прохладными вечерами, а я буду в белые там маечки в какой-нибудь. У меня руки замерзнут, я замерзну. Значит, нужно какую-то кофточку. Начала я искать кофточку. Думаю, либо джемпер, может быть, какую-то ветровку. Но ничего теплого не хочется, потому что летом оно как бы жарко. Так чуть-чуть, может, ветерочек там прохладненький. Что-то такое, не куртку в общем. Я искала и на сайтах смотрела, на других магазинах. Ну, либо очень дорого, либо оно тепло, либо неразмерно. В общем, что-то, что-то никак не могла найти. В общем, в конце концов, я поехала на Тимирник вчера и походила по рынку. Ну, там есть большой выбор, но в основном, конечно, продают с костюмами, а мне низ не нужен. Костюм дорого. В общем, хотела именно кофту или свитер, или джемпер. В общем, нашла. Еще я искала белую какую-нибудь кофточку. Но чисто белых вещей вообще мало, либо дорого, либо с костюмом. Ну, это вот такой вот свитерочек. Он легкий. Но это не в магазине, это на рынке я взяла. Ну, чисто белый такой, знаете, когда будет прохладно, если летом, одеть на себя. Вот такой взяла. В общем, 1000 рублей стоит. Это без брюк. Я покажу на себе, как оно на мне будет выглядеть. Посмотрите. Нашла вот такой вот джемпер. Ну, это Nike, но это Турция шьет. Хороший такой материал. Материал мягкий, легкий. И эта кофта, она такая удлиненная. Как раз я хотела, чтобы она попку прикрывала, то есть была не короткой. И все. То есть ее можно одеть и на себя. Можно одеть будет вот так, если вдруг жарко, раз, одела, пошла. Стильно, модно, тоже хорошо, да? Вот. Ну, и тут же всплыли всякие разные блузочки. У меня блузочка вот такого цвета, хорошего. Она подойдет также и к белым кроссовочкам, белым риджикам, к чему-то другому. Розовенькие. Такие хочу светлые. Не обязательно чисто белые. Можно белые, можно белое с чем-то. А можно вот такие вот цвета нежные. Нежный изумруд или там нежно-розовый. Ну, вот какие-то еще цвета. Может быть, нежно-голубой. Сюда разбавлять вот это все белый образ. Еще одна обновка. Я купила еще босоножки. Но вообще на обуви, честно говоря, экономить я не люблю. Потому что обувь, я уже поняла с возрастом, что обувь очень важна, чтобы она была удобная, чуть ли не ортопедическая. Чтобы ноги не уставали. Потому что когда устают ноги, тогда начинает болеть спина, может от этого начать болеть голова. То есть, в общем, если ваши ноги не в комфорте, от этого даже головные боли могут начаться. Но, в общем, да, еще я не сказала. Цена. Кроссовочки в магазине Спортмастер стоят около 6 тысяч. Я точно сейчас не могу уже сказать. Я чек оставила дома. Ну, и скидочка там была у меня как раз после дня рождения. Там были бонусы. В общем, со скидочкой взяли. А еще взяли тоже, я взяла в Спортмастер и поехала специально, взяла вот такие вот сандалии. Я смотрела сандалии. Ну, те, которые на рынке, там китайские, я не хочу брать. Потому что там, ну, и качество сомнительное. И потом нога не очень комфортно себя чувствует. А здесь я привыкла к спортивной подошве. Я привыкла вообще к спортивной обуви. У меня даже сапоги и то на спортивной подошве. И кроссовки весна-осень я ношу. Ну, и вот эта подошва, она как на кроссовках, а с другой стороны вверх. Ну, очень хорошее качество пошито. Притом, липучка здесь на липучке застегивается, здесь на липучке застегивается, здесь на липучке застегивается. Поэтому можно подогнать и по полноте ноги, там, по подъему кого какой или что. То есть полностью, чтобы на ноге сидели они комфортно. Ну, и, понятное дело, хорошая, удобная подошва. И так как вот здесь вот еще есть изумрудная такая вставочка, вот я думаю, что с этой маечкой вообще будет отлично сочетаться. Я даже хочу это примерить и посмотреть, как это будет выглядеть. А еще я посмотрела, а у меня моя сумка, которая тоже со спортмастера черная, да. Я ее ношу обычно, ну, с одеждой такой. Она больше к зимнему сезону подходит, больше подходит она к курткам. Вот, а так как летние одежды одеваем уже светлые, да, то хочется сумка, чтобы она была белая, ну, или светлая в конце концов. Но так как я в сумке очень много всего таскаю, вы, наверное, смотрели видео мое, да, что у меня в сумке. У меня все время в сумке много чего, там и косметичка, там, может быть, камера, там. Я не буду перечислять много всего и все нужное. В общем, очень много чего я в сумке таскаю. Поэтому мне сумка нужна объемная. А сумка белая, которая у меня есть дома, старая, она маленькая, такая классическая, небольшая. И сейчас тот объем того, нужных вещей, которые я таскаю в сумке, туда, естественно, не поместится. Еще с пакетами при даче уходить не хочется. В общем, сумку еще решила купить. Искала белую сумку. Но белые сумки, ну, мало того, что их как бы мало, есть только классические. Я хотела большую сумку или в спортивном стиле. А больших белых мало почему-то. Но есть бежевые такие, немножечко, чуть-чуть светло-бежевые. В общем, ходила-ходила, смотрела-смотрела. Опять-таки, хочется недорого. Тоже такие цены, которые за 5 тысяч, но мне такая сумка не нужна. Я ее таскаю, как кошелку. Чего только не кладу в нее. Поэтому я искала вообще бюджетные вещи, бюджетный товар. Кстати говоря, босоножки стоят спортмастере 1990 рублей. Ну, у меня там скидочка 350 рублей. То есть, у меня все в спортмастере со скидочкой идет. А бриджи с этой вот маечкой. Я уже озвучивала цену, когда показывала предыдущий, вот последний показ мой Ивановского текстиля. Я показывала. Это тоже недорогой костюмчик, трикотажный, чистый хлопок, трикотаж. Но я сейчас цену уже не помню. Ну, вот этот свитер я купила за тысячу рублей. Этот свитер тысяча рублей на рынке стоит. Это то, что я нашла, вот то, что подешевле. Хотя и качество хорошее. И вообще то, что нужно, я искала. А вообще там уже костюмы отдельно. Если отдельно кофта, типа олимпийки, это уже от 2000, ну, около 2000. Если олимпийка идет с брюками, там, начиная от 2,5 и выше. Ну, в общем, какие-то цены нереальные на рынке стали очень дорогие. Еще я искала белую сумку, но такую, чтобы она была вместительная, потому что очень много чего я в ней ношу. Но белой, большой не было. Я взяла такую, она светло-бежевая, но очень вместительная. При том, что ее можно носить, как через плечо, вот я люблю. И также можно ее носить рюкзаком. Вот, она как рюкзачок тоже можно носить ее. Очень вместительная, очень хорошая, много чего в нее помещается. В общем, к образу она мне подходит. Ну, при том, что у меня не только чисто белый, есть вот такого же цвета бриджи. К белому образу это подходит. И самое главное, что меня подкупило, что помимо того, что ее можно носить как сумку, через плечо я ношу, ее можно еще носить как рюкзак. Просто вообще отлично. Ну, я туда уже понакидала. В общем, не буду внутри показывать, но она очень-очень-очень большая. И туда все мои нужности, все туда поместится. Вот, ее можно носить вот так, вот как сумку, через плечо. Я хотела вообще, в принципе, сумку-котонку. Вот она даже искусственная кожа, не тряпичная, это даже хорошо. Но еще ее можно носить как рюкзак. Я сейчас это все хочу примерить на себя, покрутиться и показать вам, мои образы какие-то могут быть. Смотрите продолжение в следующей части. 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 Ну что, мои хорошие, в общем, я показала вам все свои обновочки, но это еще не все. Я еще покопаюсь, где у меня в гардеробе что-то есть из разноцветных вещей. Что-то я еще буду потихонечку приобретать, какие-то маечки, футболочки, какие-то бриджечки. У меня еще есть бриджи, надо будет достать, которые бежевые, как раз точно такого же цвета, как вот эта сумка. Но они такие с карманами, они тоже такого спортивного стиля. В общем, я люблю спортивный стиль. Если честно, вот я уже не знаю никак от него и отделаться не могу. И куда бы я ни шла, все равно какие-то одежды я одеваю все-таки со спортивным уклодом, потому что я люблю, чтобы одежда была удобной прежде всего. И в то же время, ну пусть она будет немножечко стильной. Спортивно-стильная, это как раз для меня. Ну а с вами я, мои дорогие, сейчас прощаюсь. Кому понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok